Здравствуйте, любители тенниса! Ну, хочу рассказать про обратный маятник, как бы по просьбе трудящихся, да? То есть уже много об этом сказано, много роликов на ютубе, каждый пытается, ну, что-то свое рассказать. Я тоже попробую вот внести ложечку меда в эту бочечку. Вот смотрите, чем она отличается от просто маятника? Если в маятник вот идет за счет такого, его и назвали поэтому, да, то кто маятник там, кто там больше замах, говорят, это веер, кто там обратный маятник, обратка. То есть в каждом городе, в каждой деревне это все называется относительно, относительно по-своему. Но почему обратка, что движение идет отсюда, то есть не отсюда, а вот с этой стороны, то есть как бы с обратной стороны. Вот, осваивая обратный маятник, надо помнить, что это не одна подача, это целый набор вращений. То есть каждое изменение угла дает разное вращение, то есть каждый поворот, вот точка касания тут очень много влияет. Вот те, кто посмотрели мой ролик «Базовая подача», да, там и что-то стало получаться, научились понимать, где касается мяч, какое получится вращение, да, что зависит очень сильно от точки касания, от того, под каким углом идет ракетка в данный момент. Вот тем людям можно попробовать уже переходить и к этой подаче, то есть к обратному маятнику. Это требует довольно нормального уже чувства мяча. Итак, вот смотрим, в чем тут основная ошибка, кто начинает тренировать. Нет вот движения вперед, то есть нет движения вперед. Есть виденное со стороны, с экрана движение вот так вбок, то есть вот все пытаются сделать вбок и вот так получается. Или как-то вот он не прыгает туда толком или не крутится. Помним, что перейдя на пластиковый мяч, подачам возлагаются особые требования. Они, несмотря ни на что, должны крутиться. То есть еще больше требуется мастерства и резкости, чтобы подача начала работать и давать какое-то преимущество. Вот. Почему вот это очень удобно делать? Что мы закрываем ракетку до самого последнего момента. Она выходит и касается под разным углом, получаем разное вращение. Начиная от верхнего бокового и заканчивая чисто нижним. У меня на одном из роликов, где редкая подача называется, Марат исполняет практически одно нижнее. И на этом очень многие попадаются. Думают, что будет боковое. Немножко тыкают, надеясь, что боковым вращением мячик подымется. А этого не происходит. И все попадают, но основная масса тыкают и в сетку. То есть он на этой подаче очень много берет выигрышей. Итак, что правильно надо сделать? Повернуть, взять как удобно. Вот тимабол вот так держит, кто-то держит вот так. Вот смещает. То есть тут вот немножко важно вот дать, попробовать себя и дать ракетке вот эту скорость, свободу движения кисти. И потом поворачиваем, поднимаем опять же до удобного. И делаем два возможных варианта. Вот касаемся на подъеме вверх. И касаемся чисто нижнее, когда чуть-чуть вот хват сюда перецепили, вот так немножко побольше. И делаем сверху вниз. То есть аналог вот простой подрезки. Сверху вниз. А в дальнейшем, то есть принцип в момент касания мы поворачиваем корпус, добавляем скорость. И рука не должна вот здесь останавливаться. Вот так замирать. Вот, все, скорости нет. Как правильно ракетка доходит до ограничения как бы телом и не останавливаясь делает обратно движение. То есть добиваемся резкости. Опять же помогаем корпусом, помогаем ногами. То есть все, что мы можем выжать из своей резкости, надо пытаться в этом сделать. А потом уже касанием под разным углом, осознавая как она полетела, мы добиваемся нужного отскока, нужного угла, нужного вращения. Итак, сейчас некоторые примеры посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вы посмотрели несколько вариантов исполнения. Опять же, дело творчества. Дело вот своей личности, как вы подаете. но соблюдаем главное правило то есть держим так вот как вам удобно чтобы вот полностью работала ракетка чтоб ручка не била в руку да и чтобы было полный как бы выстрел то есть мышцы напрягаются отводим до конца а потом делаем полное резкое движение то есть полное резкое движение вот на первых этапах она выходит или остается неважно важно поймать резкость и силу вращения не получается у тех кто видя по телевизору подачу делает не сюда не в сетку в стол а делает в сторону вот так то есть видя вот это в телевизоре делают вот сюда угол вот сюда и толку не получается очень часто и последний момент то есть чтобы вот так можно по подкидывать просто мяч вот так вот по подкидывать а потом уже поймете принцип и второй момент вот так по подрезать вот просто сверху вниз вот скорректировали сюда то есть целимся сверху всегда то есть взяли замахнулись и ракетка идет сверху вниз или снизу вверх вот так побросали все дальше творчество дальше развитие самостоятельно на этом у меня все до свидания жду ваших комментариев стараясь отвечать до новых встреч а